Приветствую вас на канале RedCat. Сегодня я вам покажу свое жилище в игре Minecraft. Я хочу вам показать, что я смог достичь за два дня игры в эту замечательную игру. Я раньше не понимал, в чем же преимущество этой игры, почему у нее так играют, но действительно игра очень стоящая, очень классная, и она мне очень нравится своей философией. То, что ничего не имея, вы сможете построить все. Из дерева добыть древесину, из камня сделать себе оружие, из кожи сделать себе доспехи и так далее. Сейчас я беру минимальный набор инструментов, чтобы если меня где-то кто-то убьет, чтобы, соответственно, у меня это все сохранилось. И сейчас покажу, что у меня вокруг. Итак, это мой дворик. Я вам уже его показывал, но сейчас я немножко переделал второй этаж. Я решил второй этаж все-таки не строить, а ограничиться таким, скажем так, обзорным пунктом, что просто можно было на крышу вылезти и посмотреть, что происходит вокруг снизу. Но я, когда построил просто второй этаж, крышу, оно как-то все начало меня смущать, что опять эта крыша, оно как-то мало пространства. Все-таки, возможно, в дальнейшем у меня будет стекло, я бы сделал стеклянный дом или что-то в этом духе. Ну ладно. Сейчас я закрываю свой дом, чтобы никакие монстры сюда не залезли, и покажу вам, что я тут настроил. Итак, это мой дворик. Тут у меня деревья. Справа слева забор. Здесь у меня находится дверка, которая ведет на причал вниз. Ну и что это такое? Это что за... У меня нет слов. Ребят, от вот этого места и до того у меня была стена, и здесь росла травка. А сегодня я проснулся, и здесь какое-то ущелье, овраг. Просто куда-то делась гора, которая тут была. Пожалуйста, напишите в комментариях, как это вообще возможно, как часто такое происходит. Я не хочу, чтобы в один прекрасный день, проснувшись, я вообще не увижу своего дома, и он будет где-то внизу также уничтожен. Ну ладно. Сейчас я вам покажу свой ход, который ведет на причал. Я решил себе сделать еще выход к причалу, безопасный, чтобы не было никаких монстров, чтобы можно было спокойно по подземелью выйти на него. Вот моя лодочка, которую я уже себе сделал. И сейчас я покажу, как это выглядит со стороны реки или моря, я не знаю, что это. Вот так вот аккуратненько. Такая вот крыша у меня и такой вот причал. Мне кажется, довольно-таки симпатично. Ну и сейчас давайте отправимся еще в одну локацию, которую я начал недавно уже разрабатывать, просматривать. Справа вы видите мост, который я долго строил. Мне его нелегко получилось построить, но я все-таки это сделал. Итак, вот мой дом красивый. Дворик, факел, чтобы я видел, где он. Тут лесенка, которая спускается. Вот здесь все так аккуратненько. И вот мост. Мост, конечно, было тяжело через пропасть сделать, но я сделал. И здесь, собственно, находится вторая комната. Вторая моя квартира панорамная. У меня такая квартира получилась. Я пока не придумал, что с ней делать. Я тут периодически ночевал. Думал, что я буду... Вот видите, у меня тут кровать есть. Панорамная вот такой вид мне нравится, что много света попадается. Я даже думал, что, возможно, мне тут начать выращивать пшеницу. Потом расскажу, как это. Давайте посмотрим на мой основной дом. Вот он, видите, такое крыша его, одноэтажненький, маленький, скромненький домик. Возможно, когда-то я его перестрою, но пока он мне нравится в таком виде. Это моя гора. Слева острова, куда я поплыву скоро. Ну и, собственно, все. А это моя пока вторая квартира. Так вот, я вот думал, что можно здесь пшеницу выращивать. Можно ее расширить. Сделать тут земли побольше натаскать. Сделать каналчик, чтобы вода лилась. Факелами поставить место солнца. И выращивать пшеницу. Вот здесь, смотрите, сверху, видите, на меня вода капает. Когда я рыл этот туннель на гору, то меня начало сразу заливать. Потому что сверху здесь есть бассейн. Да, да, бассейн. Вот, смотрите, сколько здесь воды. И если снизу подкопать, эта вода уходит вниз. Соответственно, можно внизу сделать развилку, чтобы вода ходила по кругу. Допустим, канавки, траншеи повыкапывать. И вокруг этой воды сеять спокойно пшеницу. Такая вот у меня странная мысль была. Опять же, чтобы никуда не ходить, чтобы себя обезопасить. И вот здесь, смотрите, то же самое. Слева, справа. Вот этого всего не было. Тут была красивая гора. Все как обычно. И теперь какие-то провалы такие. Я не знаю, ну как это объяснить. Может, вы знаете? Подскажите, пожалуйста, как часто это происходит? Почему это происходит? Ну да ладно, сейчас не об этом. Я вот нашел такой ход. Забравшись на горы, решил его разведать. Видите, я уже факел поставил, где ходил. Так, ой, ой-ой-ой. Тут меня ждут гости. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ах, он взорвался. И там где-то еще лучник. Он так неудачно взорвался, что он мой факел потушил. И сейчас мне в темноте приходится сражаться с лучником. Ну, слава богу, я его сделал. И я не взял ни один факел, чтобы подсветить здесь. Вот, беда какая. Ой, так всегда и происходит. Видите, факел не взял. Так вот, я вот сюда вот спустился. Это не я все рыл. Тут это все было уже до меня сделано. Я просто здесь хожу и смотрю, что, собственно, здесь есть. Вот здесь есть еще вторая комнатка. А вот здесь, видите, я уже себе сделал ход в нижнюю и верхнюю пещеру. Вот это нижняя пещера. Вот она. И сверху верхняя. То есть я решил тут все осмотреться, посмотреть, что тут вообще, кто это рыл, эти ходы, что вообще здесь есть. И куда ведут все эти траншеи. Здесь я уже спускался. Тут земля. Я падал в эту водичку уже. Там куча моего инвентаря плавает. Но я пока не хочу туда спускаться, чтобы его забрать. Может, потом как-нибудь спущусь в эту воду. Так, давайте посмотрим, что с этой стороны. Здесь панорама. Видно уже водичка, да? Сейчас залезу, посмотрю внимательно. Опять же таки, мне непонятно, кто эти ходы все рыл. Ну, вообще, для чего они? Возможно, тут как-то можно смотреть какие-то ископаемые, что ли, что вокруг. Не знаю. В общем, вот такой вот есть туннельчик здесь. Там справа водичка. Давайте вернемся назад. Еще есть нижняя пещера. Посмотрим еще, что там. Видите, дальше там тоже есть какие-то пещеры, но я их еще не разведывал, туда еще не ходил. Возможно, в дальнейшем я схожу на разведку туда. Здесь просто опасно. Здесь эти монстры, они меня постоянно убивают. Мне как-то тут лишний раз не хочется ходить. Так. Что у нас здесь? Здесь у нас обрыв и никак не пройти. Вон у меня лава еще есть. Сейчас я хочу пройти к ней как-то. Давайте посмотрим, как мне можно добраться. Так. Здесь я тоже был. Вот здесь, опять же таки, не было этой горы. Вот, смотрите. Все просто куда-то исчезли эти камни. Я не знаю, что произошло. Надеюсь, этот остров не рухнет в один день. Так, что, ну здесь тупик. И сейчас я постараюсь выбраться наружу. Я смотрю, что здесь уже земля, поэтому если тут земля, значит скоро будет, собственно, и выход. Так что можно здесь спокойно копать. Да, вот видите, совсем немножко я две плитки прокопал и уже выбираюсь наверх. Так. Отлично. Как я и хотел. Я добрался к лаве. Ребята, если вы знаете, напишите, да зачем мне эта лава, что с ней делать и так далее. Ну и вот сейчас я еще покажу вам день спустя, что на следующий день я еще уже себе смастерил. А смастерил я себе огородик. Я посмотрел некоторые видео, там, оказывается, нужна пшеница для того, чтобы приручать всяких зверей. Я собираюсь делать ферму, соответственно, мне нужно вырастить пшеницу. Я решил вот здесь вот сделать себе мини-огородик в таком вот небольшом месте. Уже вспахал землю. Это несложно. Берешь мотыгу и вот просто ею обрабатываешь землю. Да, вот так вот я потом соберу пшеницу, пока ее надо опять посеять. Вот такой у меня огородик. Это у меня лестница наверх. Я думаю, ее расширю, потому что она у меня какая-то корявая получилась. Вот видите, то есть я иду, иду, спускаюсь и падаю прямо в пшеницу. Надо будет ее немножко расширить, переделать. Ну, в общем, вот тут у меня будет такая небольшая плантация, огородик, где я буду выращивать свою пшеницу для того, чтобы, возможно, в дальнейшем печь хлеб. Ну и приручать животных. А животных я собираюсь приручать вообще на другом острове. И, возможно, еще там буду строить себе новый небольшой дом. Я уже присмотрел неплохой участок с бассейном, будет все красиво. Пока, наверное, материалы у меня самые обычные. Это земля, песок, камень. Но со временем, я думаю, сделаю там какой-то красивый, может, домик. Пока еще не решил. Вот. Вот так вот. Видите, мотыгой копаете. Мотыгу тоже очень легко сделать. Ничего сложного. Камень, древесина, палка, даже камень и палка. Все это у вас есть, так что это несложно сделать. А вот, собственно, курочка. Курочек я тоже собираюсь приручить. И они будут жить у меня в огороде. Сейчас я покажу. Я уже сделал для них место. Смотрите. Вот такой у меня вольерчик. Когда я выращу пшеницу, я собираюсь загнать. Видите, он автоматически открывается, закрывается. Когда мне удастся вырастить пшеницу, я даже, кстати, деревья там посадил. Забор уже заделал, эту дырку. Так что немножко тут застраивал. Вот. Когда мне получится приручать животных, то я, соответственно, сюда перетащу пару курочек и буду их размножать. Посмотрите, какие у меня есть предметы. Возможно, вы подскажете, что мне с ними можно делать. Я сделал удочку и лук. Пока ничем из этого не пользовался. Очень интересно пойти удочкой, попользоваться. Возможно, в следующий раз как-нибудь это и сделаю. У меня уже сундуки такие. Оказывается, если два сундука поставить рядом, то получается большой сундук. Но сейчас я покажу вам место, где я собираюсь ферму сделать и где еще один дом. Здесь также бамбук есть на этом острове. И очень-очень много свиней. Вот, собственно, я нахожусь на этом острове, где много-много всяких животных. Я думаю, вот отсюда приблизительно сделать мостик и проложить его вот на этот остров. Он небольшой и как раз подойдет для моего дома. А вот здесь вот у меня будет бассейн. Смотрите. Вот тут фундамент, я думаю, заложить где-то. А вот уже готовый бассейн. Его разровнять, сделать красивее. И можно, собственно, будет построить здесь небольшой домик. И от него уже кинуть дорожки на один остров, на второй остров и их соединить таким образом. Вот такие вот планы. Так что буду перетаскивать сюда кровать и буду тут строиться и жить. Вот тут, наверное, рыбалка хорошая будет. Не знаю, посмотрим. В общем, на этом все, ребята. Ставьте лайк, кому понравилось это видео. И до новых встреч на канале RedCat. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин